Что отнимется от него благодать моя, ожесточит его собственное нечестие. И чтобы лучше можно было уразуметь, приведем какое-нибудь наглядное подобие вашей любви. Так вода схватывает сильным морозом, а при наступлении солнечной жары растапливается, при удалении же солнца вновь загвердевает, так и из-за большой стужи преступлений. У грешников охлаждается любовь многих и застывает подобно льду. Когда на нее находят зной божественного милосердия, она согревается. Но тут еще одно толкование, что ожесточить это значит, через это показать вот эти суды Божии, которые происходят с теми людьми, которые действительно нечестивы. Господь показывает суд Божий. Можно я тоже чуть-чуть немножко скажу одно слово, на всякий случай? Говори. Вот к евреям, 3 глава 15 стих, доколе говорится. Ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ропот был когда? Когда шли по пустыне. Вот, еврейский народ, ему все давалось и перепела, и манна. Вот. Но они оптали. Почему? От ожесточения сердца, когда человек недоволен. Вот возникает вопрос с фараоном. Господь говорит, я ожесточу сердце. Вот вопрос такой. Сам Господь участвовал в этом, в ожесточении сердца фараона или нет? Или просто во всем виноват исключительно сам фараон? Конечно, Бог участвовал как-нибудь. Участвовал. Без Бога ничего не бывает. Все. Все. В общем, понятно. Аминь. Вот и все. Спаси Господи. Олег, с ума с рукой-то, ну, говори. Вот я сейчас смотрю, и вот я вижу то, что Бог в этих словах сейчас звучит. Я хотел бы, чтобы не было превратно понято. Бог не воздвигает зло, не затворяет никому ум к уразумению, но каждый ожесточается посредством своей похоти, злого желания и противления Богу. И когда написано, что Бог ожесточал сердце фараона, это не значит, что он буквально взял и заключил его в непонимание. А это говорит о том, что Бог ему открывал волю свою, а он по ожесточению своему противился ей. И поэтому так и должно понимать. А если мы будем понимать иначе, тогда будем, как бы, Бог, мы считаем в Писании, Бог нелицеприятен, там прочее, он не взбирает на лица, ни то, ни другое. То есть для него равное предоставил возможность к обращению, принятию его воли. А если мы скажем, что, о, этого Бог сам заключил в непонимание, то мы будем несправедливы по отношению к Богу. Вы поразмыслите над этим, пожалуйста. То есть мы, если кто-то не принимает Слово Божие, то это исключительно его позиция. Не то, чтобы Бог его заключил в непонимание какое-то, но он сам отвергся истины и сам, противоборствовая ей, заключил себя в непонимание. Вот в чем смысл. А сейчас давайте прочитаем 19.17, что говорит Писание это апостола Павел. Итак, 16 стиха, римлянам 9.16. Вот, вот, вот. Итак, помилование зависит не от желающего, и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Аминь. «Проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняют? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? И скажет ли сделавшему его, зачем ты меня сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же самой смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Аминь. Вот об этом я и говорю, что, как Исаакова возлюбил, а Исаава возненавидел. Именно об этом. Кто ты, что споришь с человеком? Ну, споришь с Богом, прости Господи. Вот. Именно об этом и говорится. И здесь явно говорится, что с аромом. Все правильно. Вот это мы и достигли. Спаси Господи. Игнат Тихонович, мы тут... Нас тут все время выбрасывало, скайп закрывался. Какое место проходите? Мы проходим... Какая глава? Римлян, вторая глава, третий, шестой стих. И толкование здесь было, толкование, вот это. И в толковании в конце написано. Заметь это место, сличив его со следующим. Ожесточу сердце фараона. Исход 4.21. Вот мы на исход 4.21 сейчас рассуждаем. Вот Иоанн Затаус говорит так, что означает ожесточу. Вот бывает, говорит, лужа грязная, а солнце светит ярко. Вода испаряется, а жижа эта делается, как камень крепкая. Мы все это видели. И вот так долготерпение Божие, которым пренебрег фараон, сделало его таким. Ожесточу, то есть любовью своей он иссушил его сердце. Любовью, солнцем. И чем больше Бог терпел, тем больше он ожесточался. Не в том смысле, что Бог ему там насыпал что-то, и он сделался вдруг нечувственным. Это его. Действительно Бога-то никто не может обвинить. Но надо понять, о чем речь идет. Вот такое изъяснение. А нам непонятно. И апостол Павел на любой вопрос отвечает. Это единственный вопрос, на котором он не отвечает, а просто закричал. Перестань. И не спрашивай. Горшачник знает, что сделать. У нас написано никак. В английском языке God forbid. То есть Бог запрещает. Бог запрещает рассуждать даже. Это тот вопрос, который не дается сынам человеческим. Мы, как говорится, имеем свободу. Один говорит, свободу брошенного камня. Надо согласиться с этим. Вот Бог говорит пророчество. Ну, пророчество от Бога и у Иона, конечно. Но и нея, это не было разрушено. Он определенно четко не говорил, что если покаетесь, помилуй. Он сказал, еще 40 дней нея, и будет разрушено. Она не была разрушена. Но 120 лет прошло, и все равно она была опрокинута. Вот Бог терпел, терпел, и наконец достигла, как вот над нами. Вот и все. Отошел. Больше ни у кого ничего нету? Тогда дальше пойдем. Тут Сергей сказал, что он и приболел, и попросил, чтобы за него почитать. Читаем Римлянам 2, 2 глава, 7 стих. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную толкование. Сказав, что Господь воздаст каждому начало с награды добрых, делая таким образом речь приятную. В словах постоянством в добром деле высказывает, во-первых, то, что от добра не должны отступать, не совершать он и нерадиво, но пребывать в нем до конца. А во-вторых, то, что не должно полагаться на одну веру, потому что нужно и доброе дело. Словом, бессмертие отверзает дверь на воскресенье. Потом, так как все восстанем, но не все для одного и того же, но одни для славы, а другие для наказания, то упомянул о славе и чести. Итак, вся речь имеет такой смысл. Тем, говорит, которые ищут будущее славы, чести и бессмертия и никогда не выпускают их из мыслей своих, Бог воздаст воскресенье, жизнь вечную. Каким же образом снизкивается будущее славы, честь и нетление? Постоянством в добром деле. Ибо постоянный, в добром деле и твердо стоящий против всякого искушения действительно снизкивает и славу, и честь, и бессмертие, или наслаждение недленными благами в недленном теле. Толкование закончилось. У кого мысли какие? То, что хочется сказать. Если есть, что сказать. То есть, вера без дел мертва. Позвольте. Да, да. Здесь мне давали послушать Силу Анафонского. И там есть высказывание у него. Спасение, да совершаем со всяким постоянством. То есть, и вот здесь как раз о постоянстве. Доброе дело хорошо, но надо, чтобы оно было постоянным. Если же оно не постоянно, то можно ли сказать, что это спасение? И я вот в размышлении свой пример хочу привести. Блудница тоже не постоянно находится во грехе. Но это не говорит о том, что она перестала быть блудницей. И то, кто делает добрые дела, которые, казалось бы, вере с одевом. Это еще, если они в них не постоянны, то они подобны, то есть, это не принесет им спасение. Должно постоянно пребывать в этом. То есть, в постоянстве пребывать в Слове Божьем. И вот этим постоянством спасаем души свои. А не тем, что, как бы, от случая к случаю прибегаем к добрым делам. Я закончу. Да, тут еще говорится о том, что будет суд. И что суда одни идут оправданными, а другие идут осужденными. Одним воздается жизнь вечная, а другим смерть вечная. Игнат Тихонович, добавите что-нибудь? Да, вот иногда приходится слышать от грамотных безбожников. Они говорят так. Ну, вы ради Царства Небесного трудитесь-то. Ну, ради будущих благ Павел говорит так. Даже вы эгоисты. Только для себя заботитесь. Ну, если так действительно рассуждать, то да. Эго. Своё я. Почему? Так вот, это эго Господь-то и взял на первое место. Говорит, люби ближнего, как самого себя. Самого себя-то, если ты не любишь, да. Себя не люблю, я отвергся. Правильно, отвергся от себя, так ты люби для вечности. И вот, если дать бумагу каждому верующему и сказать, напиши, кто ты. Кажется, проще вопрос нельзя задать. Это не тут-то было. Я говорю, ну, пиши не один день, пиши два недели. Через неделю принеси. А пиши, кто ты такой есть. А я-то его знаю. Он написал, даже половину не написал. Я говорю, а это ты куда денешь? А вот это, а в прошлый раз вот это сделал, погубил столько-то. А вот этот, в прошлый раз ты рассорил с человеком. Да почему ты не написал? Молчит. И вот я сказал как-то, завтра, следующее воскресенье будет у нас занятие, будет называться «Почему я такой злой?». Вышел у меня Игорь Глушков и говорит, а как я про тебя узнаю? Я говорю, зачем про меня-то? Ты про себя знай. Почему я такой злой? А я думал про вас. Про меня он готов написать. А про себя не знает, что писать. Вот нужно научиться внутрь себя смотреть, разобрать, кто ты. И покажи теперь, какой части твоего я распространяется любовь твоя. А тогда ты увидишь, как это переменить к другому. Простая заповедь, люби ближнего как самого себя. А вот тут-то как раз и начинают спотыкаться. Ну а как святые? Да они, может, совсем себя не любили, святые. Да разве за четырьмя стенами Господь показал любить кого-то? А кого ты любить-то будешь, когда не на ком показать доброту свою? Даже и Бог потому, говорит, троица, что было кого любить. Отец любит Сына Духа Святого, Дух Святой Сына и Отца. Описение такое дается. И здесь мы должны сказать, трудная задача. И очень даже трудная. А когда до конца уйдем, мы поймем, что должно в нас умирать. Павел, говорит, ежедневно умираю. Почему Чехов Антон Павлович говорил, я ежедневно, пока привыжимаю из себя раба. Вот этого раба греха, раба перед другими, особенно боязнь, славу друг от друга принимать. Вот это надо узнать, прежде чем начать с этим борьбу. Павел, почему, говорит, исследуйте самих себя. Христос говорит, ты исследуйте Писанию, он говорит, ты исследуйте самих себя. А далее добавляет, вот на этих двух-то теперь позициях закрепись, вникай в себя и в учение. И занимайся этим постоянно. И поступая так, ты спасешь себя и слушающих тебя. В себя и в учение. То есть смотри, как во свете Библии. Смотри открытым оком. Получится или нет? Или все-таки льготы какие-то сам себе будешь давать? Или по канонам ты желаешь жить, которые Бог дал? Вот это вопрос. А не так. Я сегодня себе позволил что-то... Попы придумали экономия. Слово какое? Оно не христианское. А что снисходительность? Какой? Снисходительность, когда против тебя согрешил человек. Ну, не знал, там, наехал, там, машиной твою задел, где-то попортил. Ну, не тащи его в кутузку-то. Ну, деньги тебе суют уже. Речь идет о том, что не за каждое слово души его. Должен сколько? Встретил должника, динария сколько-то, и начал его душить. Ты сам против других говорил. Не каждое слово ставь насчет Писания, говорит. Секресиаст. Вот теперь и начинай разбираться. Сколько лет веруешь, а сам себя не знаешь? Я, говорит, даже не знал никак. У меня было такое один раз. Я за всю жизнь не сказал ни одного матерка. А получилось, однажды у кассы стоял, поезд отходит, она с чем-то занимается. Я не изругался, ничего, но сказал нехорошее слово. Не матершина, ничего, а просто сказал, самому стыдно стало. Откуда вылетело, сам не знаю. Уже верующий был, все. Сидеть, дескать, ничего не делает. Откуда же я знаю-то? Меня совесть мучила сколько лет. Вот об этом речь надо вести. Все. Понятно. Ну тут, наверное, постоянство должно в добром деле. Все-таки это не унывать, руки не расслаблять, а трудиться, я так понимаю. Михаил, тут нужно вот что сказать. Опять же, что вы не говорите, требует разъяснения. Вера и дела. Мы говорим, и дела, и. А Писание говорит так, вот дело Божие. Мы понимаем, дела это вот я что-то начинаю делать. Вот дело Божие, запятай, чтобы вы веровали в того, кого я послал. Ну да. Дело Божие, вера названа делом. Вот тут еще и это надо разобрать. Что относится, что когда мы подразумеваем, и что подразумеваем под словом дело. Ну на первом месте, конечно, вера. А без веры зачем? Иоанн Затаус говорит так. К нему подходят люди, говорят, а вон твои-то, прихожане-то, смотри, они уже пошли в ресторан, опять выпивают-то. Эх, христиане. Нехорошие вы люди-то. Вот неверующие есть, хорошие люди, настоящие. Иоанн Затаус на это говорит, что верующие бывают не такими, я это хорошо знаю, на исповедь принимаю. А что есть неверующие, хорошие, все время делают добро. Этого я сказать не могу. А почему? Потому что, чтобы быть добрым, три причины у верующего. Первое, ты хорошо запомни это, первое, обещание будущих благ. Царство небесное, блаженны нищие духом. Обещание твердое, мы ради этого и живем. А не так, что я не думаю об этом, а не думаешь, зачем тебе все это есть. Ради того, чтобы эту жизнь ни во что ставить, получить новое царство. Второе, обещание наказания. Рай и ад. Справа и слева. И третья причина, говорит, мы молимся и с помощью ствующую благодать Божию получаем на все это. Мы осознаем, плачем, молимся, идем, каемся, спешим на помощь ближнему. Благодать. Повторяю, благодать. А как это может сделать? Не знаю. Я просто пример из жизни говорю. У меня отец, он без руки, с войны. Десять ребятишек. Ну прикинь себе, ни одного класса грамоты нет. Но он уже оброк Богу дает, если до пасу до осени благополучно, не будет потери. Пол барана, отрублю, и там беспризорные бабушки жили, туда отнесите, и мы сами носили. Откуда в отце это было? Благодать. И мы это видели и понимали. Как какой праздник, мать пироги напечет, ничего лишнего-то нету. На другой конец бабушкам отнесите, они там помолятся за нас. Там другие беспризорные жили. Это вспомоществующая благодать, научающая, побуждающая. А у неверующих ничего этого нет. И ради чего он будет это делать? И что они воруют, там Сердюкова, там эти, саму Люлюкова, да только делов-то. Сегодня один выступил в Израиле. Вот представь себе, в Израиле какие люди искренние есть. Он говорит, благодарим советских евреев, которые разорили Россию, все богатство к нам перегнали. У нас, говорит, сейчас и зарплата есть, и пенсия, все есть. А эти говорят, бессовестно это хвалится. Они честно сказали, честно, нам нельзя сказать про евреев ничего. Он сам это сказал. Но, ну, когда этого не было, на перестройке у нас еще лишнего не было. Все равно в Кубу, в Алжир гнали, строили в Египте асуанскую плотину. Нам хватает. Например, на перестройке картошка, крапиву набрали, гнилой пень потолкли, пироги спекли. И все равно выжили. А люди стрелялись и головой в прорубь кидались. Надо довериться Богу. Вот и все. Значит, быть добрым, возможно, верующему до конца. Неверующий не может быть до конца добрым. Обязательно что-то где-то у него будет не так. Ради чего я буду это делать? С Богом. Ну да, собственно говоря, тут можно сказать, что, допустим, я был неверующим. Я же помню, каким я был раньше. Я могу сравнить то свое состояние до уверования и после уверования. И посмотреть на себя, каким я был тогда, и каким я, ну, пытаюсь и стараюсь стать сегодня. Потому что сегодня, тогда, если для меня Слово Божие не существовало и Бога не было, я делал, что хотел и так хотел. Куда хотел, туда ходил. Мог обмануть, мог не обмануть. Могла совесть заговорить, мог я ее подавить. А сейчас я уже связан. Я связан через Слово Божие и через веру. Что я должен делать так или так, а не как иначе. То есть, именно не противоречит тому, что говорит Бог. То есть, мы можем сравнить, можем показать, можем это и на своем примере, и на примере других. Да, да. Римлянам 2, 8, 9. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елена, толкование, говорит об усилии и неразумном упорстве. Здесь показывает, что они сделались злыми не по неведению, но по упорству. Почему и недостойны помилования. И покорность неправде. И непокорность правде также есть грех произвола. Ибо не сказал, которые принуждены и терпят насилие, но которые покоряются. Обрати внимание, что о Господнем воздаянии в жизни вечной выразился иначе, нежели о прискорбенном. Ярость и гнев и скорбь. Не сказал, воздадутся Богом, но оставил речь неконченную, чтобы подразумевали, будет. Ибо Богу свойственно животворить, а наказание есть следствие нашей беспечности. Словами всякой души человека обуздывает гордость римлян. Хотя бы кто говорит, был царем, не избежит наказания, если творит злое, то есть остается в зле и не раскаивается. Ибо не сказал, делающий, но делающий зло с отчиславием. И как иудей больше получил наставление, то он достоин большей казни. Ибо сильные будут истязаны. Премудрость Соломона 6.6. И более сведущие тяжелее будут наказаны. Толкование закончилось. У кого что есть сказать? Какие мысли есть? Ну тут все понятно, да? Дальше идем. Одно слово разреши. Да, да, говорите, Игорь Михайлович. Тут видите, лукавство у человека. Кому мало дано, говорит, мало спросится. А кому много дано, больше спросится. И люди говорят, а я знать не буду, меньше спросится. Но тут уступает другое. Ты талант не развил, не умножил. Ты проиграл все. И потом лицемерил. Ты забыл, что ты человек. В русских очень хорошее слово человек. Чело мысли, направленные в вечность. Иоанн Заталуц говорит, вот у нас деньги тоже, а что день? Они даны на один день. Не откладывай на завтрашний день, там видно будет. Видите, как надо на это смотреть-то? До конца узнать свои таланты и развитие умножить. Мы каждый день молимся, каждый день. Вот у меня уже 77 лет, а я молюсь каждый день. Господи, помоги мне раскрыть все свои таланты, дарованные Тобой. И для сего пошли мне добрых помощников, наставников и советников. Я совершенно не уверен, что я раскрыл свои таланты все. Все, отошел. Римлянам, 2 глава, 10 стих. Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом Елену, толкование. В следующем далее апостол намерен доказать, что ни обрезание не приносит пользы, ни обрезание не причинит вреда. И затем показать необходимость веры, оправдывающей человека. Для этого он сначала не спровергает иудейство. Заметь же, мудрость. Говорит о бывшем до пришествия Христова, что мир был исполнен пороков. И что все подлежали казни. Во-первых, Иудеи, потом Елен. Признав же за несомненное, что язычник будет наказан за зло, из этого положения выводит заключение, что он будет и награжден за добро. Если же и награда, и наказание – суть последствия дел, то закон и обрезание уже излишни. И не только излишни, но и приготовляют Иудею большее наказание. Ибо если осуждается язычник потому, что не руководствовался природой, а потому и естественным законом, то гораздо более осуждается иудей, который при том же руководстве воспитан был еще в законе. К этому клонится речь апостола. Теперь узнаю смысл слов. Под Эленами, разумеет, здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных и живших благочестиво, не имея закона, как и Мелхиседек, Иов, Неневитяне, наконец, Корнилий. Равным образом и под Иудеями, разумеет, иудеев, живших до пришествия Христова, ибо, стараясь доказать, что обрезание не имеет никакой силы, обращает внимание на времена древние, и показывает, что никакого не было различия между богообоязненным язычником и добродетельным иудеем. Если же иудей ничем не превосходил язычника до пришествия Христова, когда иудейство особенно было славно, то тем более не превосходит он его теперь, когда закон отменен, имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе происходивших от язычества. Слава, говорит, и честь, и мир. Благо земные всегда имеют врагов, сопряжены с беспокойствами, подвержены зависти и козням, и хотя бы извне никто не угрожал им, сам обладающий ими всегда беспокоится в помыслах, а слава и честь у Бога наслаждаются миром и чуждо беспокойство в помыслах, как не подлежащие козням. Поскольку же казалось невероятным, чтобы удостаивался с чести язычник, не слыхавший закона и пророков, то доказывают это тем, что Бог нелицеприятен. Бог, говорит, не принимает во внимание лица, но испытует дела. Если же по делам между иудеем и язычником нет никакого различия, то ничто не препятствует последнему удостоиться одинаковой чести с первым. «Итак, когда отменен закон, не величайся, иудей, перед тем, который из язычников, делающих добро, равен был тебе даже в то время, когда иудейство твое было во славе». Толкование закончилось. Ну вот такое длинное толкование на это место. Я хотел бы сказать, что потом христиане стали увеличаться перед язычниками, перед иудеями, что они имеют веру, и сколько все-таки нужно признать, что гонения были на евреев, и гонения не по-разному все-таки были от христиан. У кого есть что добавить, сказать? Я немножечко, может быть, скажу. Тебе просто нужно было два стиха прочитать, 10-11, это только 10-й. Ну ладно, несут. Вот здесь вот, как пишет Падель, не разумеется, здесь не идолопоклонников, но людей богобоязненных, и жизненных, и благочестиво, но не имея закона, каков имел Хисетек, Иов, Мини, Викины, ну то есть семиты. А я все-таки считаю, что здесь идет речь, вообще сама речь в рекламенном апостола Павла, она обращена уже к христианам. Здесь он проводит сравнение между иудеями, которые, так сказать, по плоти и возноситься пытались перед христианами, и эллинами, уверовавшими их, то есть между христианами, языком христианами, и иудео-христианами, и все. А при чем тут мелхиседек, и благочестивые там праведники, я здесь не понимаю, зачем им приплетено. Что-то не согласна моя душа с этим толкованием. Прости, Господи. Понятно, брат. Игнат Тихонович, добавите, скажите, что... Тут ничего нельзя добавить, если он не согласен и не согласен. Как я могу ему сказать, что это... соглашайся. Не согласен, значит, это твой выбор. Абсолютно точно блаженно феопилак толкует. По-другому никак нельзя понимать. Это предыдущий текст и далее. Речь идет до закона. До закона Моисеева даже. Вот куда можешь простираться. Это не то, что среди христиан. Об этом даже тут и речи нету совсем. Ну, Милхиседек до закона Моисеева. Как я все сказал. Спору нет. Я сказал, а дальше уже ответ я не принимаю никакой. Так всегда понималось. Тут о христианах речи нету. Как нет о христианах? Вот так он получает, проводит параллель. Папосол Павел-то параллель между иудеохристианами и эллинохристианами. То есть языка христиан. Сергей, тут надо понимать, что когда он говорит, когда я жил без закона, Павел никогда не жил без закона. Тут надо понимать, что речь идет о человечестве, не о человеке. Есть суббота, есть субботство. Так и в этом моменте. Он говорит именно о людях, которые принадлежат другой нации, которые были зазираемые. А Павел их поднимает на этот уровень. Он ничем не хуже тебя. Но с него спрос будет меньше. Вот об этом речь и идет. Вы жили, имея закон, руководство. А эти ничего не имели и были добрые люди. Речь идет не о христианах, уверовавших. Жили до Христа все под грехом. Интересный вопрос. Обрезание было дано Богом. Как завет с Богом. Это был завет с Богом. Дано обрезание еврейскому народу. И как бы оно было до Христа. И отменено могло быть только Мессией, Христом. И говорить, что оно ничего абсолютно не значило и не значит, ну, непонятно. Оно не значит после того, как... Да нет. Вот говорим в том-то и дело, почитаем, что оно не значило, собственно, и до пришествия Христа, получается. Подожди, минутку. Остановитесь. Давайте. Вернемся назад. Стоп, стоп. Вернемся назад. Вернемся назад. Прочитаем. Имея в виду сокрушить гордость иудеев, которые не принимали к себе, к себе происходивших от язычества. Никаких христиан тут не было. Слава, говорит, и счастье мира. Ну, зачем дальше, говорит, за уши подтягивать-то? От язычества. Другой национальности они не принимали. У евреев запрещено кого-либо себе звать. Как в нашей общине. Вот и все. Тут черным по белому написано. Да, все правильно, Геннадий. Позвольте сказать. Больше не надо. Один раз сказали, кто верит, не верит, и каждый выброс. Спокойно, дальше иди, да. Мы на одном месте топтать начали. Ну, как не принимали. Очень много было. И у Рейхи Киянин. Потом мы... Сергей, потом это обсудите. Ну, говори, Александр. Между вами сейчас, простите, но я вижу, что между вами возникло непонимание. Право и одни, и другие. Дело в чем? Павел, апостол Павел, пишет римлянам, то есть, а он пишет верующим, христианам. Он это приводит им пример для того разумения, что он им не просто говорит, хоть это рассудить об иудеях или еще каком-то. Он им пытается привести пример, что скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, иудеи, а потом и елен. То есть, он это пытается объяснить. То есть, скорбь и теснота всякому человеку, делающему злое. Здесь можно понимать. Он же, он буквально в смысле имеет иудеев, он буквально в смысле имеет и еленов. Но для чего он им говорит христианам, которые, в принципе, как бы не все из иудеев и не все из еленов? Он пытается указать, что те, которые по законам, скорбь и теснота им. И те, которые без закона, скорбь и теснота им. И в данный момент я вижу, что он пишет христианам, чтобы они смотрели. Вы не подумайте в себе, чтобы вы посредством веры своей стали лучше, в лучшее положение, или чтобы приводнестись над кем-то. Что если вы делаете злое, то так же вам скорбь и теснота. Тем более, во-первых, вам, а потом и другим, которые не знали Бога. А можно было все это заключить под одним стихом, который говорит так. Время начаться суду с Дома Божия. Вот и все. Подождите, я разведу это занятие, значит, я даю слово. Все, на этом заканчиваем. Игнатий Тихонович прав, что... Я еще раз скажу на это. Тут надо тогда, Олег о чем сказал, давайте шагнем еще раньше. В римской церкви случилось следующее. До этого язычники были пренебрегаемы, и евреи возвеличилось. А теперь, когда язычников приняли в церковь, вот образно, Затаус это описывает, и язычники говорят, они рвутся к руководству общины. Сидите на месте. Вы сколько всего наделали делов-то? Имея закон, вы попирали все. Пророков кого не гнали, как Степан сказал. А эти хвалятся, а нам первым да то другое. Павел, говоря это, он примеряет их. Смысл-то в этом заключен. Речь идет о том положении, какое было до христианства. Теперь они пришли в христианство с теми же мыслями евреи. Почему Петр таился, устранялся, его зазирали, а ты ел с язычниками, никак не могли. Почему, говорит, языки-то были даны, чтобы показать, что Бог тебя принял. Языки даны, говорит, для чего? Не верующим кого? Не другим, которые придут, скажут бесноватые, а вы неверующие, вы. И поэтому, я не знаю, я язычник, я русский, но принял меня, не принял Бог. Евреи каждый день в уши жужжат. Небо для евреев, они для вас, гои, скоты. И Павел говорит, Бог подтверждает дарами. Вы тоже приняты. Здесь вот о чем все говорится-то. О примирении тех и других в церкви Христовой. А дальше будет говорить, вы не природные ветви, привились. Смотри, чтобы не отломиться. Они отломились неверием, а вы держитесь верою. Теперь переходит уже на христиан. А тут он берет историю до принятия христианства, чтобы удалили от себя эту мысль. Вот и все. Да нет, с апостолом Павлом все понятно. Сергей. Ну а что ты затыкаешь? Ну ладно, что? Я не затыкаю, брат. Подожди. Затыкаю. Я просто приведу слова из Писания. Галатам 3, 28. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободная. Нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Вот главная мысль. Что мы... Миша, это понятно. Это понятно все. Об этом же здесь и говорится. Нет. Я о чем говорю? Я обращаюсь опять к толкованию блаженного Ферфилакта. Что он берет раньше и захватывает... По-моему, вот его толкование как раз за уши притянутое. Он ничего не имеет общего с словами апостола Павла. Вот в чем дело. Я не понимаю здесь. Ну ладно, ты давай разбирайся с этим вопросом. Может быть, ты это когда-нибудь поймешь. Всем понятно. И нам расскажешь. Так вы, раз вы не хотите понять, что я вам расскажу. Ну, да. Ну, ты говоришь, я пока не понимаю. Я хотел, Игорь Дубунов, добавить. Я слышу, Сергей. Ты говоришь, что не обрезание, оно ничто не значит. Обрезание. Ты Библию же вроде знаешь. Все время что-то хочешь сказать. И ты такое говоришь. Ну, ты вспомни Симфору, как она двоих своих сыновей. И говорит, если бы не обрезала, они были бы убиты ангелом, который подступил. А этот ангел, это сам Господь был. Говорит толстой. Игорь, ты хоть понимаешь, о чем речь идет? Ты в кусок того, что-то сказать. Вот я это самое и говорю, что обрезать. Братья, Сергей, давайте не будем ругаться и спорить. Давайте продолжать занятия. Я обоих отключил, забанил. Идем дальше. Так. Круто. Игорь скажет, а меня-то за что? Палец. Римлянам 2, 2 глава, 11-12 стихи. Ибо нет лицеприятия у Бога, те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Толкование. Выше доказал, что язычнику доставится такой же чести, какой иудей. Какой иудей. Теперь доказывает, что во время наказания постигает иудея осуждение. Язычники, говорит, не имея закона, согрешили. То есть, не быв получаемы законом, поэтому вне закона и погибнут. То есть, легче будут наказаны. Как не имеющие, не имеющие обличителем закон. Ибо вне закона, значит, ибо вне закона, значит, не подлежа осуждению по закону. Напротив, иудей согрешил под законом. То есть, будучи получаем и от закона, поэтому и суд примет. То есть, осужден будет по закону, как подлежащий закону, который обличает его и подвергает большему осуждению. Как же ты, иудей, говоришь, что не имеешь нужды в благодати, потому что оправдываешься законом, вот, доказано, что тебе нет никакой пользы от закона, так что имеешь большую, нежели язычник, нужду в благодати, как не оправдываемый перед Богом одним слушанием закона. пред людьми слушатели закона могут казаться честными, но перед Богом не так. Пред ним оправдываются исполнители закона. толкование закончилось. так, что добавят, что скажет. Иван Тихонович, вот здесь, что сейчас просчитали, как раз и говорится, не о христианах речь идет, спорить не надо. Я не согласен с блаженным февелактом, но и занятия тогда не нужны. Еще каждый будет тянуть куда-то. Здесь он говорит, когда закона не было, закона не было, речь идет не о христианах совершенно. Они Моисеев закон имели и согрешали, а язычники не имели совестью оправдываться. Тут дальше-то вот сейчас, что сейчас считали, это и показывают. Христианам и предыдущим никакого отношения не имеют. С этим надо согласиться. Блаженный февелакт прав на сто процентов. Отошел. Христос. Так, идем дальше. Римлянам, 2 глава, 13 и 15 стихи. Потому что не слушатели закона праведной перед Богом. Но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одну другую. Толкование. Доказывает то, что говорит против иудеев и ведет речь с мудрым искусством, чтобы не показаться, будто говорит что-нибудь против закона, как бы хваля и возвышая закон, говорит, что заслуживают удивления те, которые не имеют закона естеством, то есть имея убеждение в мыслях, ибо они не имели нужды в законе, а между тем выполнили закон, запечатлев в сердцах своих не письмена, но дела, и вместо закона пользуясь во свидетельство о добром, совестью и природными мыслями. Говорит здесь о трех законах. О законе писанном, о законе естественном и о законе дел. Язычники, не имеющие закона, какого писанного, по природе законное делают. По какому закону? По закону, обнаруживающемуся в делах. Не имея закона, какого писанного, а не сами себе закон. Как это? Руководствуясь законом естественным, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах. Какого? Закона в делах. Заметь мудрость. Не поразируйте как требовал этого ход речи. По ходу речи следовало сказать так. Когда язычники, не имеющие закона, делают законы по природе, то они гораздо превосходнее наставленных в законе. Но апостол не сказал так, а выразился мягче. Так, сами себе закон. Этим он доказывает, что и в древнейшие времена прежде, нежели дан закон, род человеческий находился под тем же промыслом. Промыслом с большой буквы написано. Этим заграждают так же уста тем, которые говорят. Почему Христос не пришел научить деланию добра прежде, изначало? Познание добра и зла, говорит, он вложил во всех изначало. Когда же увидел, что оно не помогает, то пришел наконец сам. Отличное полкование. Вообще просто прекрасно. Все понятно. У кого есть что добавить, сказать? Игнать Тихонович, добавьте, скажите. К тому, что впереди говорено было, речь идет о состоянии в мировом событии. Язычники не получили закона. А чего с них спрашивать? Вот внутренний этот закон. Моисея этот закон пришел уже сколько лет жили? 5508 лет от Адама до Рождества Христова. Считай цифру. 5600 вообще 508 там лет. А сколько было там? А до этого 2000 лет. От Моисея только 1600 до Христа. Теперь 3600 до наших дней получается. А как они? Совесть. А как они закон не писали, передавали друг другу? Передавали отцы, детям. Они знали, как приносить жертву. Знали о состоянии мира, потому что как Бог творил больше он не говорил нигде. А как передавали? Оказывается Мухусоил дожил, встречался с Ноем как по годам когда смотришь а Мой уже вошел в Ковщик и поэтому после потопа прямо через прямую передачу получили те сведения которые были там. Совесть. Вот если про себя кто-то вспомнит ну когда Евангелие то не знал вот я могу только сказать о себе потому что я твою совесть то не знаю. когда мне Евангелие в руки дали меня никто не убеждал ни одного слова не говорил положили книгу а сами вышли обедать в другую сторону когда они вышли за стола я уже готовый был верующий почему? я внутри себя все это имел я слышал как голос а теперь я увидел написанное я только мог воскликнуть и заплакать наконец-то я встретил тебя Господи мне ни одного слова убеждения не было я как будто все время верил не было Евангелия но внутри себя я это чувствовал я могу сказать что эти слова прямо взяты с дела моя душа это чувствовала я знал что когда я согрешал неправильно делать совесть меня мучила я стыдился стыдился одел я уж не говорю там о больших где-то там что-то где-то обманул или что-то но Бог милостивый и поэтому Павел здесь подтверждает закон-то писанный пришел когда совесть заглохла и тогда нам нужно на каждом шагу милиционер с палочкой да чтобы еще и долбили нам как следует все совесть-то я как раз тоже вспоминаю что не по совести многое дел хотя совесть обличала и тут интересно что Иоанн Златоуст это из Иоанна Златоуста берет Кеофилак Балгарский он говорит о трех законах естественном писаном и законе и дел вот кто бы подумал об этом он тут расписывает все подробно так читаем дальше римлянам 2 глава 16 может я дополню немного давай я хотел сказать хотел о совести сказать начали говорить тут как раз я хочу сказать что если бы не совесть то у нас общины бы не было и до сих пор мы бы быстро распались но то что случилось вот у нас Господь дал нам во времена революции все это легло на нашу совесть потому что мы видели те кто пришел в общину во всяком случае я беседовал с ними видели это нечестие которое вокруг создавалось вот этими научными деятелями коммунистами и совесть говорила это не так не то что о своей жизни вокруг все что творилось и сейчас наша община продолжает на этих же на отголосках совести жить без совести никуда никак ну вот время уже прошло час 3 минуты 58 секунд сейчас наверное вопросы задавать надо уже это да вот такие или продолжать будем еще позвольте говори Олег Сваров я сейчас слышу говорили слова о совести совесть очень хорошо но что значит словесть без Бога говорим что мы стоим на совести то как бы сами себе полагаем основание что мы сами своим и стоим надо стоять на Христе на Христе никто не может положить другого основания которое есть Иисус Христос об этом мы должны говорить а когда мы представляем прежде совесть свою тогда как бы остаемся без Христа подумайте апостол Павел говорит свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом так есть ну совесть она конечно но одно другому не противоречит совести и за Христом разве позвольте я поясню почему я так сказал потому что люди часто говорят и неверующие говорят главное жить по совести но только совесть она как получается она извращена понятие вот это извращено грехом он мирит сам собой казалось бы и вроде говорит по совести ну что же совесть твоя говорит а там писание говорит сожженные в совести своей есть такое место не должен полагать совесть свою в основание должно положить Божию если кто полагает совесть свою в основание тот упадет или еще никогда не вставал берегите чтобы не поставить совесть свою прежде ниже Слово Божие об этом не говорим Михаил, я хочу сказать, неверующий человек, неверующий человек, он бы вообще не смог выжить и погиб бы, но от Бога совесть в нем заложенная. Каждый руководствуется своей совестью, которая у него от Бога. Он только ее глушит, он видит, что делает неправильно, но глушит ее и отсвергает ее просто и все. Вот она, сожженная у него совесть. И он без веры, и вообще безо всего. А если человек руководствует своей совестью, он, конечно, на самой низшей ступени, не зная Христа, но он живет. И вот я смотрел по телевизору, в Амазоне там племя, которое нашли, там американцы, значит, проще все. Они живут по совести, которая у них от рода, от Бога. И все живут, и все нормально. Совесть, когда они не знают Христа. Игорь Добунов, можно я чуть-чуть добавлю? Я хотел сказать, я понимаю, о чем говорит Олег Сват, потому что я-то верующий христианин. И я понимаю, о чем говорит Игнатий Тихонович. Но Игнатию Тихоновичу мама и дядя, они ему говорили о Боге. Он хоть знал, что Бог есть, а я где эту совесть-то взял свою? Ведь когда маленький, маленького у нас там Сергей Купалов был в классе, и его все били, все били его. И пускай кто-то скажет, что это не так. А я один только заступался. Скажи, кто мне эту совесть дал? Надо мной смеялись, ты же здоровый, ты его должен лупить. А приходится с тобой драться, а ты здоровый. Уже он в стороне остается, этот парнишка. И теперь, когда мы выросли, этот парень, он стал, ну этот Сергей, он стал зубным врачом. И когда я сказал, что там надо зубы мне делать, он, пожалуйста, быстрее давай приходи. А ведь другим он никому не делает. И они во вражде с ним до сих пор. Потому что они гоняли его, и он это помнит. А меня он помнит, что я за него заступался один. И я в таких случаях приду куде. Именно со мной это связано. И я один уверовал. У меня из класса нету верующих людей. Потому что все были злобные, гнали этого парнишку. Ну, правда, он сам тоже неверующий сейчас. Но не в этом дело. Я тебе говорю про совесть, которая не была Бога, но кто-то вкладывал мне это. Я в Бог вполне его убить, я здоровый. Вот о чем идет речь. А то, что ты прочитал, это естественно. Но если я не знаю Христа, то я и не христианин, я и не был им. Я много читал святых отцов и в житиях святых. И вывел свой ответ, что такое совесть. Я повторю его раза два. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Ты можешь от участок сзывать ушами, глазами, как угодно. Совесть – часть души, участок души, через который проникает Слово Божие. А вот сожженные совести. Правильно. Дух Божий не достигает его. У него совесть испорченная. Иногда люди любят повторять верующие изречения Тартулиана. Душа, каждая по природе христианка. Вопрос – какая? Сотворенная у Адама, а уже у детей она язычница родилась. Плоть ищет своего удовлетворения. Душа, которая не знает Бога, а она рождается, как дикий осленок, и его говорит каждая, она язычница по природе своей. Капризы – все у ребенка уже есть. Поэтому надо знать, какой период времени, о чем речь говорится в этом Писании. В данном случае речь идет о совести, которая движется Духом Божьим. А этот Дух Божий касается верующего, неверующего. Он касается всех. На первой ступени Бог слышит всех. Язычников молятся – дай Господи, помоги Господи. Христиане, сектанты, мусульмане, буддисты. Первая ступенька самая затертая. Она для всех. Бог, ты воззови ко мне, я услышу тебя. И в этой беде он тебя найдет и откроется тебе. А не так, что нас слышат, а их не слышат. Вот Бог как побуждает. Я еще говорю, мы когда ездили в миссионерские поездки, за нас не просили. Молились мусульмане. Баптисты крестились, видно, руками стоят в Великобритании. И дети рядом. И молятся об успешном окончании нашей поездки. Почему? Бог. Нынче, когда на нас напал этот Роспотребнадзор, мне только сообщали, где в Америке, в Канаде, в Австралии, как монашеский устав ввели, круглосуточно стали молиться. Православные по тысяче поклонов земных, в монастырях, везде поднялись. И главное, что сектанты, пятидесятники, все молились. Почему? Совесть. Они увидели, что мы в беде. Самые лютые были, это православные. Православные. Душители скуратовы разные поднялись. Наконец-то добрались до этого упыря, хоть бы раздавили его там. Эти люди причащаются. Но демонам в рот черный уголь толкает, как видел Макарий Александрийский. Самое опасное, когда люди причащаются и все теряют. Все. Нас вырубило здесь. Еще дальше. Что дальше делать? А кто это? Я не знаю. Нас нету. У нас нету. Никита, ну-ка покажи свои знания. Иди, выручай, вытягивай нас. Четвертый раз вырубило. Что, выключать это, нет? А? Выключать? Ну, выключи, конечно, еще нету. Без видео, что ли? Без видео. Мы не нажимали его. У кого есть? Я без видео снимаюсь. Внизу нажать надо. Или это снято? Игнатий Тихонович, вы не договорили, договорите. Ну, у нас выключил опять. Четыре раза подряд вырубают. Интересно. Ну, мы тут прочитали следующий стих, 16-й. Ну, вы, расскажите свои мысли, что вы хотели сказать. Ну, о чем я сказал? Про совесть. Про совесть. Я просто после этого говорил, я же не знаю, слышали или нет, оно как в дыму. Весь экран сделается, вырублено, доступа нет. Я говорю о совести. Совесть – это тот участок души, через который слышится голос Божий. Где бы я ни применял это изречание, это действительно так. Не душа. А вот именно эта способность слышать, Бог отверзает уши и вкладывает. Евреи пришли к Павлу, считаем, последняя глава Деяния апостолов. И уходя, Павел вдогонку им крикнул еще. Исайя сказал о вас, ушами будете слышать и не услышите. То есть, как глухой аспид. Что это означает? Совесть. Дела. Человек, который ничего не знает. Вот тяга к Богу прямо пропорциональна его нравственности. Это такой, как в монастырь. Тяга женская, а обратно пропорциональна ее красоте. Чем она больше и дурнушка, тем больше набивается. А чтобы красавица была во всех отношениях, и она лезла в монастырь, чего она пойдет, когда ей тут хорошо. Вот на это указывают все писание и жития святых. В совести надо молиться все время, чтобы не запятнать ее нигде. Говорят, первое чувство от Бога. Очень часто именно так и есть. Вот первое. Я рванулся, а потом тормознул. А дальше уже родные все облепились с тех сторон. Да почему ты? Тебе это не сделано, тебе не справиться. Но первое желание было, первая любовь. Об этом говорится только один раз в Библии. И мы это понимаем, когда делаем. А когда не делаем, тут можно спорить, как говорится, до упаду. Совесть. И она совесть начинает трогать на молитве, когда раскаиваешься. Ничего не оправдаю. Самооправдание ноль. Нуль ли? Вот ответ. Есть вопросы какие-нибудь? Задавайте вопросы. У меня есть вопросы. Игнатий Тихонович, вопрос. Пожалуйста, давай. В Евангелии от Матфея, 1 глава 21-й, там сказано, что родит же сына, и наречешь им имя Иисус. Ибо он спасет людей своих от грехов их. То есть, есть у него и не свои люди. То есть, он не своих даже спасать не будет. Сказано, спасет людей своих от грехов их. Спасет людей своих от грехов их. Матфея, 1 глава 21-й. Есть еще и не свои, да? И он говорит, что есть и не свои? Матфея, 1 глава 21-й. Как не своих? Даже непонятный у меня вопрос. А какие грехов-то? А чужих, что ли, спасет? Не, она имеет в виду, что... Люди, люди, свои или не свои? Свои? Она говорит, что есть и не свои? Людей. Что он спасет Господь? Ибо он спасет людей своих. Какое место писание? Давай, какое место писание? Матфея, 1 глава 21-й, да? Сейчас. Назовите, 1 глава? 1 глава. Матфея, 1 глава. Матфея, минутку, сейчас мы это сделаем. Вон, вон. Мне, чтобы видно было. Вот она, Матфея, 1 глава, 21-й стих? Да. Так, считаем. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих, а грехов их. Ну, тут все понятно. И мой имя Иисус означает, что спаситель, в переводе на русский язык. Она задает вопрос, что есть и не свои у Господа, вроде как. А он об этом говорит, есть овцы и не моего стада, и тех надо привезти. Своих, речь идет об иудеях. В первую очередь, я послан только к сынам Израилевым. Христос неоднократно говорил об этом. К погибшим овцам Израиля. А теперь свои, все христиане. И возвышаться евреям уже не на чем. Мы все единое во Христе Иисусе. И сразу делаем со своими, когда каемся. Он прощает нам грехи. Но здесь говорится, по пророчеству, речь идет только о евреях. Но мы теперь шире рассматриваем, касается и нас, язычников. Позвольте маленько, не уточните, а более пояснить. Почему написано о людей своих? Не имеется в виду, что он остальных от века спасения. Но речь идет о том, что те, которые стали своими, те и будут спасены. Не те, что чужих каких-то он взял и отверг. Не в смысле, что отверг, но те отверглись. А почему сказано, что людей спасет своих? То есть те, которые стали своими. Вот о чем речь. Все я закончу. Пришел к своим, а свои не приняли. Это уже другое. Он пришел к своим, израильскому и еврею. Еврею. Он пришел к своим по плоти. Михаил Федорович. По плоти. Своим. Вот когда пришел к своим, а свои его не приняли. Это в слове «свои» заключается другое. Я иногда говорю о своих, как о родственниках своих, дети мои. То есть они мне свои. А я иногда говорю «свои» – это русские. Иногда говорю «свои» – это братья по вере. То есть… А здесь, когда в этом случае… В том случае он говорит о своих, как о евреи. Пришел к своим, свои его не приняли. А в том случае, когда написано «спасет народ свой», то есть «своих», чтобы спасти своих. То есть это те, которые стали ему своими. Вот тех и спасет. Все, я запомнил. Давайте добавлю. «Своих» – от грехов «их». Так что тут понятно, о ком идет речь. Если от грехов он спасает. От своих спасает от грехов. От грехов «их»? Прямо конкретно? Да, их. Их личные грехи, да? Можно понять «своих» – те, которые покаятся. И придут к Иисусу Христу. Все свои будут. И он… Матфей именно так говорит. И спасет людей своих от грехов «их». Игнат Тихонович, вопрос задать хочу. Давай. Вы читали Иоанна Затауста все тома. Но у меня вопрос такой. Это правда, что Иоанн Затауст нигде не называет дело Морей, Марию Богородицей. Не могу ответить. Слишком давно уже я начитывал. Тридцать с лишним лет назад. И если Богородица не называет, ничего это еще не говорит, что он был против этого названия. Но правильно, я православный, я читаю молитву «Богородица, Девы, радуйся». Но она Бога не может родить, потому что Бог ее сам ее создал. Но церковь так приняла, дальше мои рассуждения не нужны. А на историю осудили, что называл Христородица. Но по смыслу это более было бы приемлемо. Но церковь признала, что это ересь. И мне туда не надо лезть даже. Я избрал самую золотую середину. Церковь приняла. Теперь я рассматриваю со всех позиций и вижу, церковь, любящая мать, дала ответ самый правильный, взяв от святых отцов. Когда принимали решение, имели в виду все, что сказано было до этого времени. Они годами заседали, годами. Это ни день, ни два. На одном соборе было 630 епископов. И туда я своим умом буду вторгаться. Да кто я такой? Никогда. Да не будет этого со мной. Понятно. Есть у кого вопросы еще? Тогда у меня еще один вопрос тогда задам. Ну тут, конечно, это немножко... Вот сейчас президент озвучил, что принимается новая информационная доктрина. Доктрина информационной безопасности так называемая. Документ соответствует ранее отмеченным тенденциям, направленным на усиление контроля над российским сегментом интернета со стороны государства. И более активное его использование как площадки и инструмента для ведения информационной войны. Попутно высказываются и различные благопожелания, перспективы реализации которых весьма абстрактны. В целом Россия движется в сторону смягченного китайского варианта регулирования интернета государством, где вопросы информационной, разведывательной и военно-политической безопасности имеют приоритетное значение. Вопрос-то у меня такой, что куда мы движемся и чему это может привести. А вот знаешь, есть такой фильм, я спрошу, кто знает, видел? Адвокат дьявола, кто видел? Адвокат дьявола. И в конце он показывает, ты от меня произошел, а теперь особое семя. И все, он тогда догадался, вы хотите от меня вырасти, чтобы антихриста? Да, от седьмого блуда блудница, от седьмого колена блудница будет. Так и здесь, куда это идет? К этому все и идет. Но, вот допустим, если бы я был советником у Путина, то я бы спросил, с какой целью вы это делаете? Он сказал, вот сколько печатаете, я вижу, сколько мерзостей всякой в интернете пишут. У меня утром я встаю, я не могу разгрести, матерками кроют. Ни за что, совершенно никакого отношения, я никого не трогаю, мы собираем с детьми ягоды. А, эти йо, это хэ, это секты, дети, на поле собираем, ебьем ягоду, никому не мешаем, он не может. Но, говорят, не найдут нигде, неправда. Один человек оттуда, который занимается это делом, говорит, вот здесь кто-то восстал, он еще не вышел из зала, там общий зал, компьютерный зал-то, его уже под руки белые повели. Мгновенно высчитали. И в данном случае, хорошо, я за то, чтобы, ну, маленько смотреть за этим надо. А как так? Это так можно что угодно говорить. Злословит, говорит, имя Господне где-то, сын там египтянки какой, предали его сразу смерти. Это закон гласит. Вот у мусульман так, если газета, и на ней там имя Аллах написано, и в корзину бросил, ты за это будешь отвечать. И поэтому некоторые перестали даже покупать письменную продукцию, потому что что-то завернул, промокло маслом и бросил. Ты же не можешь всю газету прочитать сразу-то. В этом тоже что-то есть. Но не мне судить о перегибах. Но и то, что творится, сказать нельзя. Совокупляются. С детьми что делают? Все пишут. Никуда не годится это. И поэтому власть видит... Ну, не сочтите, что я какой-то путинец там или что-то. Но я говорю, у Путина, Владимира Владимировича, я говорил с первого дня почти, у него очень хорошая команда советников. Вот какие он принимает законы, что я за этим слежу. Очень сильные советники. Это мое мнение. Можно мне добавить одно слово? Говори себе. Здесь до этого было слово о своих богах. Здесь сказано... Итак, вы уже не чужие. Это значит Ефесянам 2 глава. 2 глава, 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Вот. Это то есть через Иисуса Христа. Что вы были в то время без Христа отчуждены от общества израильского. Чужды заветов обетования. Не имели надежды и были безбожники в мире, да? А теперь мы свои Богу. То есть поэтому и придет спасти своих, как спрашивала сестра, да? Вот и все. Есть вопросы еще? Через листа становимся своими. Разрешите, я вам всем дам задание. Как бы пожелание. К следующему, на полчаса, которые на вопросы, кто-нибудь пусть подготовить на тему подмена. На слово подмена. То есть, вместо, говорят одно, думают другое. Пишут дважды два, говорят, а два в уме еще оставлю себе. Подмена. И доказать, ну, конечно, тут надо уже не слова говорить, а конкретно, когда, где в мировой практике это была подмена, что сатана принимает вид ангела света по этой теме. Где сегодня он принимает это? Под какими законами, ну, нации, люди, где можно увидеть это, чтобы не попасть ему на крючок? Это очень злободневная тема. А хватит полчаса-то на всех? Ну, помаленьку, хотя бы сказать. Вот я, допустим, буду говорить, скажу, когда был там такой-то, такой-то, и по житиям святым, раз я их насчитывал, я скажу, вот он преобразился, пошел ночью монахам стучать в дверь и говорить, а вы голосуете за этого. А кто ты такой? Дверь не открывает. Я ангел от Господа посланный. Ну, именем ангела и смутил, и монахи начали голосовать совершенно не так, как думали. То есть, такое бывало. Подмена слов. Вот начинает, вот выступает Владимир Вольфович Жириновский и говорит, вот эти, как называют, светские львицы. Светские львицы. Он говорит, не светские львицы, а на букву «Б» называет. Больше другого названия им нет. Как сегодня геи. Нет геев, есть садомиты. Не подменяйте словами. Святые запрещают это делать. А тебя посадят за то, что назвал садомитом. Говорят-то они будут, и не я. Я обязан сказать. Хорошо, что я не в Дании живу. Вот на эту тему. Может, дополнить что-то. У меня тема это в разработке, и мне хочется обратиться ко всем за помощью. Может, что-то еще подскажете. В одном человеке все не может находиться. Хорошо. Да, да, говори. Нас достанет время, чтобы еще Игнатий Тихонович попросить ответить на один из вопросов, чтобы пояснение услышать. Ну давай, давай, говори. Галатам, пятая глава, 15 стих. Осветите, пожалуйста, его, Игнатий Тихонович. Интересует вопрос, я прочитаю. Галатам, пятая глава, 15 стих. Галатам, пятая глава, 15 стих, да? Да. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Поясните, пожалуйста, расскажите об этом. Каким образом угрызаете, съедаете? Олег, что тут пояснять-то? Ну расскажите, например, хотелось бы, чтобы вы, например, привели, не тому, чтобы не ясно, но чтобы рассудить. Просто я смотрю, бывают ситуации какие-то неординарные, смотрю, начинают одни давление на другим. Хотя явно непонимание произошло. Но сатана через это наносит ущерб и начинает, как один угрызает другого. Поэтому я хотел бы, чтобы вы рассказали об этом. Олег, это очень, очень большая тема. Он, конечно, говорит людям, верующим, которые в семьях и всюду друг друга угрызают. Четкое указание Богом данной рамки. Жена даучится в безмолвии, учить жене не позволяю. Из ваших знакомых назовите одну жену сами себе. Одну, которую вы узнали за свою жизнь. Много не надо. Его увидите, катастрофа. А у мусульман на каждом шагу могут показать. И что нам тут дальше говорить? Она уедает. На ее стороне закон. Она неугодна. Детей ей присудят. А муж сейчас сказал, что заедает. А то когда преследуют, карикатуру рисуют, разносят молвы, уедают друг друга. Почему святые даже иногда говорили, тут лучше есть молосты, только не жирайте друг друга. Мясоеды. Конечно, пост никто не дает право нарушать. Но уж если на то пошло, что лучше? Да лучше уж ты ешь молосты, только не угрызай ближнего. Угрызайте, как змеи. Вот об этом речь и идет. И в семье, в государстве, на любой работе друг друга подсиживают, уедают. Особенно во времена, когда доказывали, доносили друг друга, 37-й год. Раскулачивание когда было? Вот что было. Нигде никак. Никогда не завидую. А что уедать-то? Даже у противника нужно найти что-то хорошее. У меня вот здорово клеймят за то, что я выступаю, ну, иногда, не то, что заступаюсь, я говорю, много хорошего у такого-то. Ну, не взоров. Он лютый, ненавистный христианства. Но у него так много хорошего, он говорит. Я советовал в Москве, выберите людей-то от патриарха и пошлите к нему, что он высказал все наши мерзости нам в лицо. А потом займитесь и синодом проведите. Удалите ненужных варьё там, всё, что накопилось-то, мерзость эту. Он-то лучше видит. Почему пословица говорит, враги нам, лучшие друзья, они лучше видят. Не тот друг, кто, говорит, мёдом мажет, а кто правду в глаза скажет. А это, он как будто его грызает. Но надо посмотреть, он не наш. Его слова можно принимать как о постороннего. А это речь редко о семейной жизни и прочее. Вот так и понимаю. Об этом толкует Баженов и Филакт. Всё, я закончил. Всё. Игнатий Тихонович, вы хотите тогда вот так... Пример того Навальный, я в интернете смотрел Навальный, про Путина, про Медведева, про всех. Про дачи, про борцы, про это всё. А Невзоров будет про патриарха, про его дворцы там на Чёрном море и прочее. Ну, будет как, во всём услышание-то, на всю Россию, да. Так, отвечаю, никогда, нигде не говорил лично, я возьму к себе патриарха, дачи, не дачи, на чём он ездит, где какие часы, никогда. Я только говорю о том, почему не учат людей Евангелию, Слово Божие. Вот об этом я обязан говорить. Я говорю, Невзоров скажет, не ты. Ну, значит, надо рассмотреть, я не говорю принять всё, выслушать от него, всё, не убегать от него. А вот дали указание, когда Невзоров участвует в какой-то передаче, уходите. Они соскочили там три, Чаплин был тогда все вот, а люди-то говорят, смотри, какая энергетика от Невзоров, вот эти чёрные демоны-то побежали как. Ну, значит, можно это делать, а совсем недальновидно. Ещё раз говорю, что иногда враги нам подскажут так, как родные не подскажут. Они за нами пристально наблюдают. Кесарь, говорит, имеет заинтересованность в нас. Вот так. Ну, всё, молиться надо. Да, Сергей, ты здесь? Да, я здесь. Молимся? Молимся. Да? Да, я здесь. Молитесь. Отец наш Небесный, любящий наш Создатель, мы просим Тебе во имя Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Помоги нам, чтобы доброе, что мы слышали из Слова Твоего, мы притворили в свою жизнь. Соделай так, чтобы многие ещё, познав Тебя, стали благовестниками, чтобы Дух Святой пробудил столь многочисленный народ. И просим Тебя, Господи, даруй мир Израилю, Россию, Украине и Сирии, где идёт война. И упокой тех, которые погибли, помогая ближним своим, этот медперсонал. Утешь родственников погибших и нас научи ценить это мирное и доброе время. Тебя слава за всё, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом! Проси Христос Михаила Калемаева. Выключи нас, Михаил. Да нет, там Сергей отключает. Слава.